девочки всем огромный привет меня зовут марина и сегодня я вам показываю свою косметичку косметичка моя в таком у меня органайзере 2 2 первых части я уже сняла где показывала губные помады тональные средства и конечно же ссылку я оставлю на эти видео в описании ну а давайте сейчас перейдем к тем средствам которые у меня еще остались карандаши для глаз для губ они у меня с такой резиночкой соединены давайте же смотреть что у меня здесь есть так но первое это вот такой маркер или это лайнер для губ в общем не нравится мне эта вещь я ему оставила так сказать второй шанс но он уже вообще даже не рисует я ему не пользовалась если честно очень какой-то яркий мне показался оттенок и на губах он не понравился как смотрится так что нет и запах у него знаете какой-то вот не очень приятный поэтому нет нет еще раз нет надо все-таки от него избавиться от компании faberlic карандаш который нужно затачивать в черном оттенке или это был даже знаете каял по моему это даже каял для глаз можно даже наносить его на слизистую ничего страшного не будет достаточно такой приятный мягкое нанесение классники хорошие пользуюсь им кстати сегодня даже красилась наносила и так это карандаш у меня тоже от компании и иван это карандаш для бровей пользуюсь уже наверное не первым точно уже наверное пятый у меня наверно это карандаш нравится люблю пользуюсь подходит оттенок dark brown называется оттенок так это карандаш для глаз вот так вот он называется это по-моему такой знаете сливовый оттенок достаточно мне этого много еще давайте я вам делаю сводь но сливовый он как бы знаете с такой большой натяжкой он уходит чуть-чуть сливу но практически черный но на глазах смотрится чуть поярче так следующий оттенок вот так называется тут его уже должно быть побольше но побольше потому что достаточно такой специфический оттенок достаточно яркий да видно да то есть на каждый день как бы но я им точно пользоваться не буду так иногда следующее что попадается это губная помада оттенок nude точнее карандаш для губ это типа бесцветный карандаш но девчонки у меня он пахнет уже про горк и вообще это если честно это такое недоразумение как у меня столько израсходовалась даже я не знаю он не подчеркивает ничего как-то мне он не нравится на губках не очень какой нравится мне на губах карандаш это вот этот вот так называется оттенок красный карандаш практически и вот им я пользуюсь достаточно часто когда крашу губы вот такой вот карандашик и можно и даже всю полностью заполнять все так скажем пространство губы будет хорошо так это карандаш для глаз даже все тут постерлась даже оттенка уже нет на вот осталось совсем чуть-чуть но это по моему просто черный карандаш от его он с немножко с блестками с какими-то так дальше идем дальше подводка марк черная вот такой у нее скошенный широкий достаточно носик так наверное называется нравится в принципе это подводка мне вот таким широким может рисовать и может можно узеньким нарисовать можно еще перевернуть и еще нарисовать такую более тонкую линию в принципе подводка хорошая и вот если говорить что как бы ну вот эти фломастеры подводки они один глаз нарисовали хорошо то есть ярко второй глаз уже как бы ну то есть уже хуже рисует бледнее нет вот с этой подводкой все хорошо то есть нарисует хорошо так давайте дальше тут у меня просто кисточкой лежит еще моряка и вская как-то я и не пользуюсь дальше давайте перейдем наверное мы к ушам у меня тут не очень много совсем чуть-чуть вот такая тушь это unlimited черная тушь она мне то ли в каком-то подарке приходила то ли что ли я не люблю силиконовой кисточки и вот но вот эта тушь она мне просто помогает чуть-чуть удлинить мои ресницы не очень мне нравится это не моя тема если честно что моя тема то это вот этот уж эйфорик она мне очень нравится этот уж мне приходила как члену элит клуба но она идет фиолетовом оттенке то есть на каждый день ее не будешь наносить но в целом вот именно этот уж чем только в черном оттенке мне очень нравится у меня она была в использовании на мне прямо вообще классная ресницы были просто до небес так с карандашом для бровей я использую от color trend это по моему для ламинирования называлась какая-то она там в общем типа тушь для бровей темная она стала потому что от карандаша так она просто такого прозрачного цвета хорошая тушь я ее использую именно для фиксации бровей так и это у меня праймер для бровей даже пользуюсь иногда им до девочки кто смотрел мои видео с новинками где мне приходил и где тестировали могут этот праймер я с вами соглашусь все таки что действительно эффект есть и он заметен как-то ресницы с праймером более объемно выглядит так но еще покажу здесь я наверное свои кисти а в следующем уже видео мы посмотрим с вами тени и пудры так вот такая кисть 301 мне не очень нравится в целом то она неплохая но вот не знаю не часто я общем ей пользуюсь так вроде бы неплохая кисточка у меня прям тональный так лежит не очень дальше это кисть я заказывала с aliexpress она для создания ткану для контуринга такая уже вся лохматая стала уже много лет это тут металли деревянная такая палочка . так это тоже от мэри кей туши в принципе такие же идентичный фокус дальше дальше тушь тушь кисть это кисть по сути для нанесения тонального крема но я и пользоваться так как кистью для тонального крема просто не могу мне неудобно я ее использую для нанесения масок на лицо так ну еще вот одна кисточка недавняя моя покупка 101 здесь номер для пудры очень мне нравится эта тушь она прям очень мягкая такая классная я и первый раз когда я увидела на мне очень понравилось мягкая мягкая и хорошо она носит не пылит все отлично мне прям нравится она так девочки ну давайте сейчас я это видео завершу и перейдем с вами уже к моим пудрам и тянем